Сегодняшний обзор посвящен зеркальному телескопу Arsenal 130-650EQ2. Этот светосильный рефлектор Ньютона рекомендуют как компактную, но достаточно мощную модель для наблюдений любых небесных объектов с перспективой роста в увлечении астрономией. Телескоп поставляется в большой, но крепкой картонной упаковке, так что проблем с доставкой не будет. На коробке указаны торговая марка и страна ее регистрации, Arsenal Ukraine, место производства Made in China, а также название модели и весовые габариты поставки. Телескоп комплектуется двухсекционной алюминиевой треногой и экваториальной монтировкой EQ2. О ней мы подробно рассказали в нашем отдельном видео обзоре. Для крепления трубы на монтировку устанавливаются два алюминиевых кольца с зажимными винтами. Такая конструкция позволяет в считанные секунды установить или снять трубу телескопа. Для хранения и переноски трубы рекомендуем приобрести специальную сумку-чехол. Труба небольшая и легкая, длина 615 мм, диаметр 160 мм, вес не более 3 кг. Корпус свернут из металлического листа, покрыт черной эмалью с блестками, а сверху и снизу укреплен пластиковыми фланцами. В нижнем фланце установлена металлическая оправа главного зеркала, задняя часть которого прикрыта черным пластиком. Здесь же расположен механизм юстировки главного зеркала. Регулирующие винты с низкими широкими головками, а фиксирующие винты с длинными тонкими головками. Внутри нижней части трубы установлено параболическое главное зеркало, диаметром 130 мм и фокусом 650 мм. Оно обеспечит хорошее качество картинки вплоть до теоретических увеличений в 260 крат. Зеркало закреплено в оправе тремя лапками и имеет центральную кольцевую метку для облегчения юстировки. Внутри верхней части трубы на пауке из четырех тонких стальных растяжек установлено диагональное зеркало. Механизм его юстировки находится в металлическом стакане. Фиксирующий винт под крестовую отвертку. Три регулирующих винта под шестигранники. Заводская юстировка телескопа после транспортировки оказалась вполне приемлемой. Как проверить и при необходимости провести юстировку смотрите в нашем отдельном видео уроке. Фокусер этой модели установлен перпендикулярно трубе в верхней ее части. Он пластиковый, реечного типа, со стандартной посадкой 1,25 дюйма. Настройка резкости с обычными окулярами проблем не вызывает. Усилие движения кремольеры в небольших пределах можно регулировать двумя винтиками в креплении вала. В комплекте поставки имеется коллиматорный искатель RedDot, который поможет навести телескоп на яркие объекты, доступные невооруженному глазу. Искатель надо установить в стандартное гнездо и настроить. Как это сделать смотрите в нашем отдельном видео уроке. Благодаря стандартному гнезду RedDot можно легко заменить на оптический искатель, который позволяет навести телескоп и на слабо светящиеся астрономические объекты. В комплекте также имеются два окуляра. Это четырехлинзовые плеслы с многослойным просветлением и полностью металлическим корпусом. Окуляр 17 мм имеет достаточно крупные линзы и комфортный вынос зрачка. Он дает умеренное увеличение 38 крат и подойдет для наблюдения компактных туманностей и скоплений, а также всего диска Луны. При наблюдении вблизи полнолуния рекомендуем применять лунный фильтр. Он вкручивается в посадочную юбку любого окуляра и позволит уменьшить яркость Луны и увеличить контраст деталей лунной поверхности. Второй комплектный окуляр 6,3 мм имеет маленькие линзы и небольшой вынос зрачка. Он дает увеличение 103 крата и предназначен для планет, двойных звезд и деталей лунной поверхности. Наблюдения с ним не очень удобны. Поэтому для наблюдения планет и других объектов на больших увеличениях мы рекомендуем доукомплектовать этот телескоп широкоугольным окуляром 4 или 5 мм. Например, таким. С крупными линзами, удобным выносом зрачка и большим полем зрения. Кроме того, рекомендуем дополнительно приобрести окуляр 25 или 26 мм на малые увеличения. Он отлично подойдет для поиска объектов, для наблюдения протяженных туманностей и скоплений, а также комет. А еще хорошим дополнением к этому телескопу будет линза Барлоу с Т-адаптером. Она увеличит кратность любого окуляра, а также позволит через Т-кольцо установить на этот телескоп зеркальный или системный фотоаппарат. На моментальных выдержках вы сможете получить отличные фотографии поверхности Луны, солнечных пятен, факельных полей и конечно затмений Солнца, а в случае установки на монтировку электропривода и фотографии ярких планет. При наблюдении и фотографировании Солнца обязательно используйте апертурный солнечный фильтр. Он приобретается отдельно и устанавливается на верхнюю часть трубы телескопа вместо пылезащитной крышки. Приступим к наблюдениям. Телескоп дает перевернутую картинку. В комплектный окуляр 17 миллиметров на увеличении 38 крат земное изображение яркое, контрастное, искажений и аберрации незаметно. Тот же объект в комплектный окуляр 6,3 миллиметра на увеличении 103 крата. Обзор меньше, изображение темное, малоконтрастное, имеется виньетирование поля зрения. На увеличении 38 крат в комплектный окуляр 17 миллиметров помещается значительный участок неба и диск Луны полностью. Хорошо различимы лунные моря и крупные кратеры. В комплектный окуляр 6,3 миллиметра на увеличении 103 крата помещается только часть диска Луны, различимы десятки деталей лунной поверхности. В некомплектный широкоугольный окуляр 5 миллиметров на увеличении 130 крат обзор лунной поверхности шире, качество картинки выше, деталей больше. В комплектный окуляр 6,3 миллиметра на увеличении 103 крата система спутников Юпитера вполне доступна. Видны и некоторые детали на диске планеты. А вот в некомплектный окуляр 5 миллиметров на увеличении 130 крат, деталей на диске Юпитера заметно больше и спутники выглядят интереснее на широком поле зрения. Крупная и яркая планетарная туманность Гантель или М27 в созвездии Лисички, хорошо различима в комплектный окуляр 17 миллиметров на увеличении 38 крат. Шаровое скопление М13 или Большое скопление Геркулеса лучше наблюдать в тот же комплектный окуляр 17 миллиметров на увеличении 38 крат. А вот двойное рассеянное скопление Хи и Аш Персея гораздо интереснее смотрится на меньшем увеличении 26 крат в некомплектный окуляр 25 миллиметров. Телескоп Arsenal 130-650EQ2 показал отличные оптические возможности и уже в стандартной комплектации познакомит Вас со множеством различных астрономических объектов. Механика телескопа соответствует задачам визуальных наблюдений и начальной астрофотографии. Компактные размеры и небольшой вес позволяют транспортировать телескоп в ручной клади и установить его даже на балконе. Кроме того, возможности телескопа можно значительно расширить за счет дополнительных аксессуаров. Из недостатков следует отметить неудобство наблюдений в комплектный окуляр 6,3 мм. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем смело рекомендовать телескоп Arsenal 130-650EQ2 не только для первых захватывающих наблюдений, но и для существенного развития в увлечении астрономией.